Эта выставка – тот случай, когда, можно сказать, глаза разбегаются. Мастерство, с которым выполнены все, а без исключения работы, не может не восхищать. У нас принимает участие здесь несколько творческих коллективов. Это самодеятельное объединение «Волшебная шкатулочка», галерея авторских кукол «Абажур» и активное долголетие и мастерская стрекоза Дворца культуры «Видная». А также жители, в основном женщины нашего Ленинского городского округа. Работа каждой участницы здесь словно маленькая история жизни, история творческого поиска и обретения собственного стиля. Я пробовала очень много в чем и пыталась рисовать, и меня всегда тянуло в творчество. Но вот как-то на керамике оно остановилось. То есть уже год, и я понимаю, что оно меня продолжает будоражить. Для многих участниц творчество больше, чем просто хобби. Это важная часть жизни, как, например, для Марины Семеновой. Иногда бывает очень много всяких разных мыслей в голове. И когда ты садишься за холст и начинаешь писать картину, время уходит, уходят все проблемы. И когда вот этот кураж идет, что у тебя что-то получается, и получается здорово, как бы, знаете, такой большой прилив сил. Сестры Марина и Елена Самбуровы с детства имели перед глазами положительный пример. У нас дедушка был очень рукодельный, у него в гараже была мастерская. И он там и керамикой, и чеканкой, и выжиганием, и резьбой по дереву занимался. И мы всегда думали, боже, зачем ему это надо. А вот сами в каком-то возрасте пришли, я думаю, боже, это был уголок счастья. Ты мог прийти, делать все, что хочешь. И мы как бы тоже все делаем. И сейчас сестры тоже занимаются творчеством, чем, черпая вдохновение, казалось бы, в простых вещах. Вот это вот панно, это одуванчики обычные наши стандартные. Я шла по улице и обратила внимание, что маленькие совсем листочки у одуванчиков, они похоже на ели, как такие вот старые-старые елки. Назвала панно «Сказочный лес». Вот здесь вот, здесь у них самолетики от одуванчиков, запечатанные в смоле. Ну, это полностью такая идея из головы. Нашлось место на выставке и для детских работ. Самому юному участнику всего шесть лет. Ребята представили портреты своих мам, бабушек. Смотрите, такие очень красивые. Даже мы знаем, что многие писали эти портреты по фотографиям, если бабушки уже нет. У ребят было задание создать кошек-хранителей. Да, кошек-хранителей. Вот они такие образы создали. Здесь у нас и кошка Микки, и кот-билетер. Посмотрите, здесь смотритель какой чудный. Светлана Камынина делает куклу. Она признается, что еще только в самом начале творческого пути, который начался довольно неожиданно. Я решила сходить на выставку кукол, которая проходила в Москве. И вот в тот момент я как раз решила, поняла, вернее, что это мое. Это творчество меня заряжает и когда надо успокаивает. В общем, некоторая такая витаминка. Творчество для самодеятельных художников не только способ самовыразиться, но и возможность общаться с единомышленниками, обмениваясь творческой энергией и идеями, как это происходит, например, в клубе «Волшебная шкатулочка». Люди приходят, приезжают из Москвы, из Люберец, из Чехова. То есть уже на протяжении многих лет уже люди вот так вот познакомились, дружат между собой, созваниваются, ездим на выставки какие-то. То есть вот такая интересная у нас жизнь. Эти разные истории объединяет одно – любовь к творчеству и желание сделать этот мир лучше. Выставка «Женщина шла» будет работать до 7 августа. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.